там несколько были и восстали цари земные, их нельзя собрались вместе на Господа и на Христа его, второй псалом поистине собрались в городе Семна Святого Сына Твоего Иисуса, помазан на Тобой Ирод, Японтий и Пилат, с язычниками и народами Израиля теперь представьте, как это практически сейчас мы читаем здесь повествование но там это было единодушное действие, которое заключалось в том, что они начали это провозглашать и что произошло, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений чудес имени Святого Сына Твоего Иисуса и дальше, и по молитве их, то есть она была совместной, групповой она была они провозглашали по молитве их поколебалось место, где они были собраны исполнили все Духа Святой и говорили Слово Божье с дерзновением то есть вот тоже это интересный факт того как в Первой Церкви да, вот этот принцип работы то есть он работает более того там если мы читаем Новый Завет да, там это четко есть процесс наполнения Духа что мы приходим на собрание почему мы ну вот мы всегда читаем в Церкви когда приходят люди ну начинаем с провозглашения Псалтеря по одной причине что надо отделить свои мысли скажем которые я набираюсь да, там за целый день там или там за неделю вот и прихожу в Церковь мне нужно сконцентрироваться на духовных вещах это своего рода переход это надо ну должен произойти переход вот здесь в моем сознании я должен перенести сознание свое из душевного плоского я должен перенести в духовную сферу а перенести в духовную сферу я сам не могу должен перенести меня Дух должен перевести а Дух действует посредством Слова поэтому мне надо согласиться и поступить по уставу сказать Бог я провозглашаю это Слово разделяемое разделяемое Ра отделить как мечом духовно от душевного то есть отделить и все и тогда начинает работать Святой Дух тогда Он наполняет Писание говорит исполняйтесь Духом да, то есть должно быть наполнение потому что в первом послании Коринфян там говорится что потом после этого идет уже назидание Слова научение откровение как бы это уже ну следующий этап того что Бог хочет открыть тело Иисуса Христа Церкви вот в принципе и все но самый но самый важный момент который для меня стал таким большим утверждением в этом вопросе это что когда вот книга Откровения 22 глава когда последние слова Иисуса Христа где Он говорит 16 Я Иисус послал Ангела Моего за свидетельство вам сия церква Я искорен и потом Агдавида звезда светлая и утренна то есть почему самое последнее Он говорит вот это что источник нам нужен действительно не ложный а истинный источник того что есть духовно что посмотрите сегодня ну в разряд на духовное претендует очень много кто претендует на духовные вещи потому что сегодня большинство религий они скажем так тоже в сфере духовного пытаются себя позиционировать то есть это духовно позиционируют в духовной сфере всякая религия позиционирует всегда что это духовная сфера но Бог очень четко сказал что слово как меч оно отделяет душевная духовная если ты хочешь скажем так пребывать в области духовном тебе нужно буквально применять слово Божье в своей жизни еще один момент это уже с точки зрения написания то что есть такое слово мезмор знаете что это псалмы так вот интересно если брать в еврите как пишется это слово нам это как домик с фетельком первая группа домик с фетельком вторая гласная не читается вторая займ буква займ это как меч рисуется так она как меч третья тоже м буква так вот вот эта буква она так как фитилек и вот так как фитилек такой так вот очень интересно что эта буква она символизирует святой дух как входит в дом вот этот вот этот фитилек это как дух да входит в дом во внутреннем вот займ это меч да и третья буква тоже м мизмор еще раз фитилек и четвертая рэш да она вот так вот так пишется открытая дверь рэш да так вот интересен тот факт да что мизмор да это своего рода святой дух посредством меча слова то есть оно открывает дверь в духовное в духовное скажем так общение да то есть в духовное отношение с живым Богом посредством слова и я думаю что Давид был не таким глупым человеком как это может показаться он очень хорошо понимал ему было открыто на самом деле скажем так вот это метафизическая сторона взаимоотношений живых Богом и он понял каким образом да то есть это можно было перенести его понимание да у него было личное взаимоотношение с Богом этот факт никто не отрицает вот но он думал как это перенести в общество Израиль как их научить этим взаимоотношениям и он придумал он придумал и он показал и это вот это есть ключ да когда показал да что эти взаимоотношения они строятся на хвале и словословии тогда работает Святой Дух тогда люди исполняются Духом Святым тогда мысли человеческие уходят в сторону то есть потому что мысли Божьи как Писание говорит да что мои мысли не ваши мысли мои пути не ваши пути это говорит о том что нам нужно отказаться от своего и принять Божие поверить что вот это буквально да живое Слово Божие которое работает да в нашей душе оно воспроизводит в нашей душе определенное действие да оно производит процесс преображения нашего человеческого плотского мышления на Божье мышление отсюда апостол Па говорит вы имеете ум Христов мы имеем ум Христов да то есть как это ты можешь говорить только тогда когда ты будешь мыслить стандартами Божьего Слова а псалмы еще есть называется еще Малое Евангелие потому что первое если посмотреть Евангелисты да когда они проповедовали о Христе еще до того как был утвержден канон Нового Завета они очень часто использовали псалмы как доказательство того что через псалмы доказывали пришествие Христа и они убеждали людей о том что вот он живой Бог там ну очень много есть и в Новом Завете употребляется очень много так же цитат из псалмов то есть это такое большое свидетельство духовное я вам скажу надо я двадцать сколько ты как бизнесмен я себя таким бизнесменом как ты не считал я может намного не я в первую очередь я пастор пастор да пастор очень интересно да что скажем не естественно для пастора заниматься ну как говорят бизнесом да что ты за пастор что ты бизнесом занимаешься да оба и могу да то есть когда ты служишь или кому ты служишь выбери мамония или Бога да очень интересный момент да по крайней мере я для себя уразумел да вот какой момент да что понятие дара оно в первую очередь связано с принятие дара оно связано в первую очередь с послушанием Бога правильно то есть если у меня есть дар но я Богу не послушен то ну вот иди ты со своим даром куда хочешь это не работает в таком вопросе да то есть если брать ну в моей жизни да то есть я всегда понимал да то что у меня есть дар там скажем к предпринимательству вот так скажу не к бизнесу да потому что бизнес это ну такая скажем ну это дело да если переводится это дело я извиняюсь была трансляция что-то перерывалось хотел включить и прослушал атлет сам запись да что есть есть дары да но есть дары но дары если эти дары не подчинены Божьему плану да в твоей жизни то это ничего не значит абсолютно теперь как в практической плоскости да перенести этот ну вот дар там предпринимательства в скажем так в служение пастырское да и ну и в зарабатывании денег практически в моей жизни я долго над этим думал и скажем так до какое-то время как только я начинал принимал себе решение не все я иду зарабатывать деньги и я сразу же попадал на деньги и становился должен моментально вот и я думаю ну столь ну значит неправильно значит я неправильное решение принял значит все я возвращаюсь опять в служение у меня страдает семья у меня страдает ну короче все другая проблема думаю столь ну так ну не может же быть где-то есть ключ где-то должен быть выход да и когда я вот в своем разуме для себя ну во-первых молился да я сказал Бог хорошо разреши вот это все у меня в семье чуть до развода не доходило из-за того что не было финансов это уже будучи пастором доходил при всем том что у меня очень духовная жена духовная женщина она читает фильмы на церковь ходит мы в церкви познакомились вот и скажем так были моменты очень сложные в плане ну финансови как любая женщина она говорила ну разные слова которые я не буду повторять по поводу того что она думает о служении и обо всем жестикулировала да жестикулировала поэтому поэтому всегда у меня был такой момент ну несоответствие где ну где где объединить я занимался тем что я думал так ага надо в церкви скажем способных людей к бизнесу объединить с точки зрения своего опыта обучить и вот они будут зарабатывать деньги будут давать деньги мне на жизнь и всем будет хорошо ничего это не работает хорошо я так придумал себе но это не божий путь я вам сразу говорю я уже это попробовал никогда не делать это потому что вы потеряете и людей и вы потеряете и людей вы потеряете и друзей и друзей и церковь тоже можете потерять и жену и жену тоже и жену тех людей которые будут приходить и говорят а что ж ты ничего не делаешь а мой этот муж он работает и должен тебе давать деньги так не годится ты иди с ним работать какая разница что там иди трудись как и мой муж потому что я его целыми днями не вижу то молились за финансы то потом он уже работает уже его дома нету тоже не устраивает и вот это всегда такой ну как бы колоббур который не дает скажем так баланса нету баланса и вот я скажу что баланс здесь заключается в том когда вот то о чем я сегодня говорил когда мы фокус переводим с финансовой ну как бы финансовой сфере то есть мы говорим да что финансовая сфера это не то где я зарабатываю а финансовая сфера это если я хочу преуспеть в финансовой сфере это то вот я в своем разуме должен решить это то где я вкладываю у людей которые должны где я вкладываю у людей которые могут заработать не ожидая от них ничего потому что у меня первый год был такой вот шахматный да что я сейчас буду вкладывать а вы мне приносите я же вас научил я вам показал я вам рассказал дайте мне деньги ну за это но это в бизнесе не работает на такой принцип бизнесе не работает в бизнесе работает другой принцип ты вкладываешь да и в результате того что ты что ты вложил да более того что ты вложил да человек ты создал человек нашел себя в этом да Ты в бизнесе должен создавать Такую бизнес, как Система он работает Таким образом, чтобы всем было выгодно И в том числе в конечном итоге тебе То есть Всем должно быть выгодно Потому что если Как мирской бизнес действует По очень простому пути Проще говоря Обдурить друг друга Но Библейский Божий бизнес действует Очень просто Когда мы определяем Что мы хотим И что нам Что мы хотим делать Что мы в конечном итоге Хотим получить И каждый говорит Я хочу на фоне того, что мы делаем Иметь там 100 рублей Помните это выражение Сколько тебе надо Для полного счастья Он назвал конкретную сумму Конкретную И вот в христианство Мы как верующие Мы должны всегда Бизнес вести Прежде чем что-то делать С кем Или вообще какое-то дело И там где будут Вовлечены люди Надо на начале пути Обсудить Что ты будешь делать И что ты будешь Что ты хочешь за это получать И что ты будешь получать На этом этапе На том На том На том То есть Сразу нарисовать Прозрачные правила То есть Если этих прозрачных правил Не будет Это Долго не будет продолжаться В какой-то момент Она ляже То есть Вот такая Пора закинчивать Бо 10 Мы до 10 Домовлись Завтра на 10 Мы продолжим Ты будешь На 10 О Ну приходи Туда приходи Редактор субтитров